Добро пожаловать на нашу серию обучающих видео по эффективному использованию сервиса jobv.eu. В этом видео я познакомлю вас с процессом создания пользовательского профиля компании или представителя компании на нашем сайте. Для создания вашего профиля пользователя необходимо на главной странице сайта. В панели «Предложения работы», «Услуг и курсов» нажать кнопку «Создать профиль пользователя». Также вы можете перейти к созданию профиля пользователя, нажав на символ аватара в правом верхнем углу сайта. И затем в меню выбрать «Создать профиль пользователя». Перед вами появится панель, в которой нужно указать название вашей компании, адрес электронной почты и пароль. Он должен состоять, как минимум, из 8 символов и включать в себя, как минимум, одну прописную букву, одну заглавную букву, одну цифру и один специальный символ. Затем вы должны ознакомиться с условиями использования сервиса jobv.eu, нажав на ссылку «Условия использования» и с политикой конфиденциальности сервиса, нажав на ссылку «Политика конфиденциальности». Если вы ознакомились и принимаете эти условия, поставьте перед ними галочку. Если один из зарегистрированных пользователей нашего сайта, являющийся представителем компании, рекомендовал вам использование нашего сервиса, то в следующем поле для ввода вы можете указать его электронный адрес и он может таким образом участвовать в нашей программе «Вознаграждение за рекомендацию». Ниже в панели может появиться картинка с изображением кода, который нужно ввести в строке, расположенной под этой картинкой. Если код на картинке вам непонятен, нажмите на картинку один раз, и для вас будет сгенерирован другой код. Это, так называемая копча, которая используется для защиты формуляров от их автозаполнения роботами. Затем нажмите «Зарегистрироваться». После этого на экране появится сообщение, что на ваш адрес электронной почты отправлено письмо для подтверждения указанного вами электронного адреса. Нажмите на кнопку «Ок», чтобы завершить процесс создания пользовательского профиля. Зайдите на вашу электронную почту и откройте письмо, отправленное нашим сервисом. После нажатия на кнопку «Нажмите здесь», чтобы создать ваш профиль пользователя, процесс создания вашего пользовательского профиля будет завершен и на экране появится сообщение о том, что ваш профиль был создан и вы можете войти в него. Используя адрес вашей электронной почты и пароль, нажмите на кнопку «Войти». Перед вами появится панель, в которой необходимо указать адрес вашей электронной почты и пароль, который вы указали при регистрации своего пользовательского профиля. Затем введите проверочный код, указанный на картинке и нажмите кнопку «Войти». Если вы не хотите каждый раз при входе в ваш пользовательский профиль указывать проверочный код, вы можете использовать альтернативный сервис проверки «Человек, робот», «Гугл рекапча». Для этого перейдите в нижнюю часть главной страницы и нажмите ссылку «Куки». Прочитайте информацию о «Гугл рекапча» и если вы согласны с условиями использования и политикой конфиденциальности этого сервиса, можете нажать на кнопку «Изменить настройки» и поставить галочку перед строкой «Использование гугл рекапча» вместо «Капча кода». Затем нажмите на кнопку «Сохранить настройки». Теперь при входе в ваш пользовательский профиль или заполнении других формуляров проверочный код больше вводить не нужно. Отметка в виде зеленой точки на символе аватара в верхней правой части сайта свидетельствует о том, что вход в ваш пользовательский профиль прошел успешно. Также слева от аватара появился символ почтового конверта. Это кнопка для просмотра сообщений от соискателей и других частных лиц, которые будут контактировать с вами по поводу ваших объявлений о вакансиях или об услугах вашей компании. Кроме того, в верхней строке навигации или, если вы используете смартфон, в меню навигации появится новая позиция «Мой профиль», при нажатии на которую откроется меню со списком функций, которые вам доступны, как зарегистрированному пользователю сайта. Я расскажу кратко о каждой из них. Панель управления. Здесь представлена информация касательно вашего пользовательского профиля, а также управление его ресурсами, история заказов и т.д. Редактировать профиль. При нажатии на этот пункт меню откроется формуляр, в котором вы можете выбрать язык интерфейса пользователя, указать информацию о вашей компании, контактные данные, режим работы и т.д. Показать профиль. После того, как вы указали всю информацию о вашей компании, вы можете посмотреть, как выглядит ваш профиль, так, как его будут видеть пользователи сайта. Контактные лица. В этом разделе компания может определить контактных лиц, их должности и контактные данные. При публикации вакансий, курсов и услуг, предоставляемых вашей компанией, эти контактные лица могут быть назначены ответственным за отдельные объявления. Это означает, что каждое контактное лицо будет получать на свою электронную почту извещения о сообщениях частных лиц относительно закрепленных за ними объявлений. Эта функциональность может быть особенно полезна для средних и крупных компаний. Мои вакансии. Здесь представлен список объявлений о вакансиях вашей компании с возможностью создания, редактирования, публикации, клонирования и удаления объявлений. Мои услуги. В этом разделе перечислены объявления об услугах, предоставляемых вашей компанией, а также функциональность для создания, редактирования, публикации, клонирования, удаления объявлений. Мои курсы. Здесь представлен список курсов, организуемых вашей компанией, с возможностью создания, редактирования, публикации, клонирования и удаления объявлений. Мои рекламные баннеры. В этом разделе вы можете создавать и публиковать рекламные баннеры для продвижения своей компании, объявления о вакансиях, предложений курсов и услуг. Мои фавориты. Здесь находится список всех заинтересовавших вас объявлений о поиске работы частных лиц, а также объявлений о поручениях и заказах от частных лиц. Отмеченные вами, как фавориты. Сообщения. Здесь может каждое контактное лицо прочитать и ответить на сообщения, которые были присланы частными лицами относительно объявлений о вакансиях или услугах, за которые они назначены ответственными. Также, перейти к сообщениям для контактных лиц можно, нажав на почтовый конверт в верхней правой части сайта. Кроме того, на этом конверте отображается количество новых непрочитанных сообщений. Поиск сотрудников. В этом разделе вы можете создать свои поисковые запросы для автоматического поиска новых объявлений от частных лиц о поиске работы по заданным вами критериям. Например, названию профессии, образованию, знаниям и навыкам и так далее. Поиск поручений. Здесь вы можете создать свои поисковые запросы для автоматического поиска новых поручений и заказов от частных лиц по заданным вами критериям, таким как профессия, знания и умения подрядчика. Возможные языки общения, географический радиус поиска и т.д. Корзина заказов. При заказе дополнительных ресурсов, таких как слоты для новых объявлений, подарочные ваучеры и т.д. эти ресурсы помещаются в корзину заказов. Здесь вы можете посмотреть и скорректировать содержание этой корзины. А также, произвести платеж. Перейдем к редактированию пользовательского профиля, нажав «Мой профиль» — «Редактировать профиль». Перед вами откроется формуляр с набором элементов для ввода данных вашего профиля. Рассмотрим все элементы по порядку. Выключатель «Информация доступна всем пользователям» изначально находится в выключенном состоянии. Это означает, что информация вашего профиля, а также объявление о вакансиях и предоставляемых услугах недоступна пользователям сайта. Если вы после заполнения этого формуляра активируете этот выключатель, то информация о вашей компании будет доступна всем пользователям сайта. Кроме того, в следующей строке под этим выключателем появится новое поле «Постоянная ссылка на ваш профиль». В этой строке находится прямая ссылка на профиль вашей компании, которую вы можете использовать для быстрого доступа к информации о вашей компании. Скопировав ее вы можете, например, вставлять в электронные письма вашим клиентам и соискателям на должность, для получения ими больше информации о вашей компании. Интерфейс пользователя. Здесь вы можете выбрать язык, на котором будет открываться сайт после входа в ваш пользовательский профиль. Кроме того, все сообщения и оповещения нашего сервиса будут приходить к вам на электронную почту на этом языке. Контактная информация. В этом разделе вы должны указать адрес компании, название страны, телефон, мобильный телефон. Если у вас есть факс и веб-сайт, можете их также указать. Финансовая информация. Для получения выплат от нашего сервиса, например премии за его рекомендацию вашим друзьям и знакомым, в этом разделе вы можете указать номер вашего расчетного счета и налоговый номер. Также вы должны указать, является ли ваша компания плательщиком НДС. Для быстрого географического нахождения вашей компании, а также при поиске компаний вашими потенциальными клиентами, используя функцию «Поиска в заданном регионе», необходимо установить на карте маркер местонахождения вашей компании. Если вы уже указали ваш адрес в разделе «Контактные данные», вы можете просто нажать на кнопку «Установить маркер, используя адрес». Если по каким-то причинам маркер был установлен неточно, вы также его можете установить вручную. Для этого укажите сначала название города в строке, которая находится непосредственно под картой и затем перемещая карту и используя кнопки «Плюс» и «Минус» для ее масштабирования. Установите изображение карты так, чтобы местоположение вашей компании находилось в центре этого изображения и нажмите кнопку «Установить маркер в центр карты». Для более точного позиционирования маркера, вы можете его также установить нажатием на интересующее место на карте. Перед этим вы должны включить этот режим, нажав на кнопку «Установить маркер нажатием на карте». В следующем разделе вы можете указать режим работы вашей компании. При этом, для каждого дня недели возможно указание разных часов работы. В том случае, если режим работы компании одинаковый для всех дней недели, то нет необходимости указывать часы работы для каждого дня. Достаточно, если вы укажите их для первого дня недели и нажмете на расположенную ниже строку «Применить для всех рабочих дней недели». В разделе «Дополнительная информация» вы можете указать количество сотрудников, работающих в вашей компании, отрасль промышленности, в которой работает компания. В текстовом поле «Краткий портрет фирмы» вы можете в нескольких предложениях описать сферу деятельности вашей компании, к чему она стремится и так далее. Ввод текста в этом и других текстовых полях этого. А также других формуляров нашего сервиса может выполняться отдельно для всех поддерживаемых сервисом языков. Для ввода текста на соответствующем языке нужно нажать на одну из вкладок «РУ», «ДЕ» или «ЕН». При использовании онлайн-переводчика, текст, указанный в первой вкладке, является исходным для перевода на другие языки. При вводе текста во второй и третьей вкладке вы можете использовать как клавиатуру, так и онлайн-переводчик. При необходимости результат онлайн-перевода можно подкорректировать. Зеленый кружок с галочкой на вкладке означает «Наличие введенных на этом языке текстовых данных». Красный треугольник с восклицательным знаком означает отсутствие текстовых данных на этом языке. В текстовом поле «Информация для ищущих работу» вы можете указать общую информацию для соискателей должности в вашей компании. В ней, например, могут быть указаны какие-то организационные темы, связанные с собеседованием и приемом на работу. Для ее перевода на другие языки можете воспользоваться также онлайн-переводчиком. Если у вашей компании есть пользовательские профили в социальных сетях, то ссылки на них вы можете также добавить к вашему пользовательскому профилю. Для этого необходимо выбрать желаемую социальную сеть и нажать «Добавить». Затем нужно указать урель-путь к вашему профилю этой социальной сети. В разделе «Компетенции компании» вы можете указать несколько знаний и навыков, которыми владеют сотрудники вашей компании. Это один из наиболее важных разделов. Поскольку с помощью этих тегов может быть найдена ваша компания потенциальными клиентами, во время поиска ими подрядчика для выполнения поручения или заказа. Если в вашей компании происходит общение между сотрудниками или между сотрудниками и клиентами на нескольких языках, вы можете их указать в разделе «Языки корпоративного общения». Чтобы добавить к вашему профилю информацию об этих языков, нажмите кнопку «Добавить» и выберите желаемые языки. Для быстрого нахождения нужного языка можете воспользоваться строкой быстрого поиска, которая находится в верхней части панели. Запуск поиска происходит после ввода как минимум трех букв искомого языка. После завершения выбора нажмите на кнопку «Закрыть» внизу панели. Разнообразие иностранных языков, которыми владеют ваши сотрудники, делают вашу компанию более привлекательной для потенциальных клиентов. Если в вашей компании постоянно или часто требуются специалисты определенных профессий, то вы можете указать их в разделе «Потенциальные вакансии». Для соискателей, ищущих работу и имеющих такие профессии, наш сервис будет рекомендовать вашу компанию как потенциального работодателя. Далее, в разделах «Заглавные изображения для отображения на ПК, лаптопах» и «Заглавные изображения для отображения на смартфонах, планшетах» вы можете добавить изображение, которое будет показано пользователям, просматривающим профиль вашей компании на соответствующем конечном устройстве. Также, при желании, вы можете активировать его показ во всех ваших объявлениях о вакансиях, курсах и услугах, предоставляемых вашей компанией. Информацию о рекомендуемом размере изображения и объеме его файла вы можете найти под заголовками соответствующих разделов. В разделе «Аватар» – «Логотип компании» вы можете добавить изображение для вашего аватара или юзерпика, которое будет появляться перед вашим объявлениями о вакансиях, предоставляемых услугах, перед профилем компании, а также, перед сообщениями в панели сообщений чатов. Информацию о рекомендуемом размере изображения и объеме его файла вы можете найти под заголовками этого раздела. Если вы указали всю информацию о вашей компании, которую вы желаете опубликовать, то нажмите кнопку «Сохранить» внизу панели. Данные вашего профиля теперь находятся в базе данных нашего сервиса, но они пока недоступны пользователям сайта. Если ваш профиль еще не активирован, то он имеет ограниченный доступ к функциям нашего сервиса. Чтобы активировать профиль необходимо, чтобы в нем был указан номер вашего мобильного телефона, включая код страны. После этого нужно зайти в «Мой профиль», «Панель управления» и нажать кнопку «Активировать». Хотя процедура активации профиля является платной, но на величину оплаченной вами нету суммы вы получите ваучер, который сможете в будущем использовать для оплаты заказанных вами сервисов. Если вы произведете оплату через PayPal, то процедуру активации вашего профиля вы сможете завершить непосредственно после оплаты. Если вы хотите выполнить оплату банковским переводом, то завершение активации вашего профиля можно будет осуществить после поступления денежного перевода на наш счет. Чтобы продолжить процедуру активации вашего профиля, вы должны снова зайти в «Мой профиль», «Панель управления». В строке «Профиль активирован» появится кнопка «Прислать SMS с кодом», нажав которую на номер вашего мобильного телефона будет выслан код активации вашего профиля. После ввода этого кода в предназначенное для него поле и нажатие кнопки «Активировать» ваш профиль будет активирован и вы получите полный доступ ко всем функциям нашего сервиса. Перед тем, как вы откроете профиль вашей компании для публичного доступа, рекомендуется его предварительно посмотреть, нажав «Мой профиль», «Показать профиль». Перед вами появится панель с изображением профиля вашей компании, так, как его будут видеть пользователи сайта. Если вы обнаружите какие-то ошибки, если нужно внести какие-то изменения, зайдите в «Мой профиль», «Редактировать профиль». Если все изменения произведены, то нажмите кнопку «Сохранить» и в верхней части этой панели нажмите на строку «Информация доступна всем пользователям» или на выключатель перед ней. С этого момента профиль вашей компании находится в режиме «Онлайн» и доступен всем пользователям сайта. На этом все, в следующем видео я расскажу, как получить статус профиля компании с подтвержденным адресом, зеленая галочка, и как заказать дополнительные ресурсы, например слоты для новых объявлений. Подарочные сертификаты, монеты электронного кошелька для быстрых расчетов внутри нашего сервиса и так далее. Вы также можете просмотреть историю своих заказов в панели управления и скачать необходимый счет в формате PDF. Если вы заказали подарочные сертификаты, вы также можете скачать их в формате PDF в панели управления и при необходимости распечатать. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.